Так вот, мы в прошлый раз прочли и перевели вступление в цикл, который состоит из двух довольно-таки длинных стихотворений. Да. Весь этот цикл называется Зилба-Эцер Шней Ширей Афар. Два стихотворения Праха или Земли, тут уж по-разному можно перевести. Я не перевел, я прежде всего прочту, посмотрим, что надо будет переводить потом. Итак, альф, первое стихотворение, Балада Мин-Хай. Шнейм шחаду, шхейнаи הם בבית, ישиш וישиша. הם הלו מתינок ותינокет, בחור ובטולה, איש ואישа, עכשיו רק ישиш וישиша. Корректор А.К. А.К. В Иасов Кайц, Вастав, Вахорф, Вад Леван, Мехакер, Кисней Шерин, Ушлина, Имерет. Митта муль митта, Байми הסеба, Хакеда, Муль Хакеда. אין גבייה מיתה, במלוקד עם הור גוף, גבייה מיתה, בודדה. איזה עצב חוק נורל, מיני לידה עוד מלידה, על דעת מוות באחרית, צמחת הרך אחרי לידה. כל מזל טוב ליולדת, יש ולייקח, בבית כנסת של העדה. כך זה נתחיל, כך זה הולך ונמטח, כמיתר כנור לניגון וכחבר ספינה הנמשך, עד שזה מתפכה וזה נחדך. דברים של מה בכך יכול אדם לשמור מהבידה, אבל עלי יקרת גופים, אשר הנפש הטובה חרידה, לקיומם על אדמות, כמו שהם, לבלי חלוף, אי אפשר לשמור. יודה האדם, הכרי יחסוף, יודע, רגיל לדעת, זה בלי באמצע יפה הנור. חיית הבית כן חולה, כן היא שוכבת בזווית, בשיווי קב, לא במיטה מהגונית, אך זה הצער בתכלית, אותה עדוות הצלעות, אותה ענקה, אותה אבית, אותו לפלוף בשתי ייניים שאין משלו, כי הוא בהד עומד החי על הגוסס, ואת בחיו הוא מגדס, שם בשם. אותו רגע קצי עולם, עמד נלך את זה אדם, אין מה לפחול עוד, והמוות לחיה ולאדם, עומד החי ליד המת, יהי אך כאב, אז אשר יהי, בזליגת דמה, עם בנהי. איזה עצב חוק גורל, אבון אלוהה, אשר אין כפרה לא יוכל להיות, כל עוד צורב הוא, ועל כנו, אני עצוב, אתה עצוב, מולכי על שתיים ועל ארבע. בלי הבדל, בשינוי קל בהליכות, אבל בלי מה, יצאו קודמינו מן היקום כצי תחיה אלי רימה. דור הולך לו בדור בא, כדי לשהות בו ולצאת, וזה כוח כסל, וזה כה. כמה נעזי והעולם, נפלא את העין הרואה, רואה העין, כלות הגוף, תוגת נפש, היא גבוהה, כוכמת דרכים בא, והיא בוהה, שניים שחלו, בשיש וישישה, ואיני רואה ורואה, מתותיים על הגבול, נפשי כנפש הבאימה, המשגת אלמה, הרואה במוות, ואימא לדבר, כאין גואה. שני גופים במיתות על הגבול, חיים חולים, ונפריגו על חק, משד הם ומבית על עומנו גולים, המוות יאספם אל הפרות יהיו מיתים. זה כל פשוט. לאו לא כברו מובאו עליהם העיתים, והצבועים יחלותם, אך כן לא יאספם לבני אדם ומותם. כתובל�ו, שאישnet איתם. זה לא יאנפם ועידים שביל ממש. נפשת Sizת כתובליהם, אדפם, כתובליהם לא יאספם. קטובליה שלך, מכופי גבולים זה נמצו, פ invariantry כש childish יאספם. נמצו, שם. שם. תותנתתת הת calculate. נכים. תתותנת תותנתת. не самый потому что очень меланхоническое и даже депрессивно я бы даже сказал во первых само по себе название этого стихотворения баллада нин ха ха баллада от живого то есть он же смотрит на своих соседей через это представляет себе весь круговорот жизни и смерти и в конце стихотворения возвращается к ним же но уже несколько надо сказать что баллада нин ха ха это действительно баллада от живого но еврейской традиции есть другое слово сочетание эйвер мин га хай мин га хай то есть этот отец кон下去 он очень упоминает вообще перевести эйвер мин га хай трудно на русске это Эйвер это часть тела, член тела, перевести члена джилоба, я думаю, что по-русски будет очень неприятно. Часть от джилоба. Ну часть, эйвер это конечно не часть, это что-то там, рука, нога, это не просто часть, действительно член физиологический. Ну как-то в русском языке вот это слово прошло некоторую трансформацию, и оно не очень хорошо слышится. Что значит эйвер Миллахай? Среди семи запретов или заповедей, всем сыновьям Ноя после великого потопа, Ной прибыл на сушу, у него было три сына, невестки, внуки, братники и так далее, и так далее. Все человечество это сыновья Моля. Есть семь заповедей, которые по еврейской традиции должны соблюдать все люди на земле. Например, верить в единого Бога. Создавать юридические инстанции, то есть чтобы не было общества, в котором нету закона и порядка. Там не написано, какого закона. Даже вера в единого Бога, она не обязательно должна быть именно как наша. Но в единого Бога. Не язычество. А какой это будет у этого, у этой веры, какой будет культ, и какие молитвы, это уже дело каждого народа, каждой группы, каждой общины. Среди людей имеется в виду. Одна из заповедей, одна из заповедей это запрет вырывать часть из живого животного для того, чтобы есть. И срок, вы понимаете, даже если она потом умрет, это не важно. Важно то, что ему причиняют страшную боль с точки зрения животного. С точки зрения человека это ужасное зверство. То есть если человек хочет есть мясо животного, он прежде всего должен его умерщвить. Тоже не обязательно еврейским способом. Но во всяком случае. А только потом разделывать его, отрывать от него какие-то части их есть. Надо сказать, что я как-то к своему великому удивлению и сожалению плачок, что в некоторых странах, в которых едят разных животных, например, обезьян. Вы слышали об этом? Подают живую обезьяну к столу. И она еще жива для того, чтобы все было свежо до последнего. Раскрывает ей череп и выбирает ложками мозг для того, не видя. Страшно, ужасно, печально, невозможно. Я до сих пор, вот я рассказываю, не могу даже себе представить, как люди себя... Но это есть. Только не было. Нет. У очень культурных и богатых людей, которые могут себе это позволить. Между прочим, к сожалению. Вот это бывает. Мне кажется, что это не было странно. Поэтому представить себе, что в какой-то ситуации приводят животное и просто отрывают или вырезают от него, оно еще живое. И это самое свежее, что может быть. Да полно роликов в интернете на эту тему. К великому счастью не смотрю их. К своему счастью, конечно. К великому несчастью тех людей и животных, которые это делают. А я это не смотрю. Не могу. Я думаю, что я не мог бы смотреть на это больше, чем одну секунду. Вот. Это Эйвер Минахай. Это все для человека. Вот как бы Балада Мин Гахай. Потом он в середине говорит Авон. Видите? Авон Элуви. Тут мы прежде говорили Абель. А Авон это более тяжелый грех. Авон. Тот же самый корень. Айнвар. Как Авель. Как Авон. И Вуд. Тоже здесь есть, между прочим. Тот же корень. Айнвар. И вот это человек или даже животное, он об этом говорит, когда умирает, это как бы свыше Эйвер Минахай. Балада Минахай. То есть он в этом видит вот это страшное, необязательное само по себе. Вмерзвление. Смерть, она необязательна. Конечно, это только еврейское состояние душа. Потому что смерть – это не часть круговорота. Она необязательна. Смерть – это последствия греха, приключения человека. Изначально. Но она есть. И вот Гринберг смотрит на болезнь, понимает, что болезнь, если не в этот раз, а в другой раз, вообще приводит к смерти. И каждой человеку, и каждое животное. Вот что же это такое? Есть ли в смерти умиротворение? Возможно. Но для него – это как бы вырвать кусок живого от живого. Потому что оно стремится жить. Стремится жить. Поэтому он называет это «баллада мингаха». Например, не «баллада шелгаха». «Баллада живого», а «от живого». «Отрывать от живого». Да, есть такое слово-сочетание по-русски. «Оторвать от живого». Это вообще самое название, само название «баллада мингаха». Шнай им шехану, шхейнай гэмбабай. Яшиш и яшиша. Двое заболеют. Или два, которые заболеют. Они соседи моим богом. Старик и старуха. Надо сказать, что в иврите есть несколько слов для того, чтобы обозначить старость. Зикна, всем известная, Закеновская, да, Зикна. А потом есть более редкие слова. Ну, например, ими пользуются сейчас тоже. Кашиш укшиша. И есть яшиш и яшиша. Разница в чём, трудно сказать, почему именно эти слова есть. Возможно, они пришли к нам в древние времена от других языков, близких к нам, географически и близких к нам, этимологически и лингвистически, может быть. Кашиш, которого здесь нету, это от слова, может быть, лекошеш. Есть такой глагол, лекошеш. То есть, как бы, что-то собирать, то, что упало. То, что упавшие там листья, лекошеш, упавшие и, скажем, уже отсохшие веточки для костра. Лекошеш эйцин. Лекошеш эйцин. А плоды нет? Плоды. Можно, но тут... Обычно это не относится к плодам. Обычно. То есть, упавшие плоды можно, как же... Но обычно говорят, леесоф. Асиф. А лекошеш – это что-то такое... Засохшие. Отсохшие цветы. Отсохшие цветы. Отсохшие цветы. Отсохшие цветы и засохшие. Но больше даже, даже больше того, это лекошешей эйцин. Это наиболее такое распространенное словосочетание. Эйцин имеется в виду не просто дерево, а вот эти ветви, которые засохли, их... Их хворост, да, не только хворост, это маленькие веточки, могут быть и большие. Их собирают для того, чтобы зажечь костер, это можно зажечь там, скажем, печь. Можно то. Лекошеш. На нынешнем еврите вдруг кто-то вспомнил об этом слове. И сейчас иногда пользуются им политики, которые говорят, вот он... Обычно они говорят не о себе, а о своих оппонентах политических. Вот, мол, они кричат от омена «Бишвиль лекошеш колот», чтобы собирать как бы опавшие от других партий голоса. Лекошеш колот. Ну, это такое новое сочетание. Это кашиш. Кашиш как бы тоже опавший. Кашиш засохший. Яшиш выищиш. Вообще, трудно сказать, о чём мне говорить. А нету глагола. Поэтому, я думаю, может быть, пришло из другого языка. Вот. Может быть, от слова «еш», то есть тот, кто существует уже довольно долго времени. А может, слово «иш» или там алифа нет? Нет, там нету алифа. Видите, посмотрите. Яшиш выищиш. Ютшир. Ютшир, ютшир. Вот. Но, во всяком случае, это, он говорит, мои соседи заболели. Старик и старуха. Гемгаю, тенокви, тенокет. Бахуру бтула. Ишвириша. Для алифы он пользуется. Они были младенцами. Тут не скажешь «младенец» и «младенца». Да? Юноша и девушка. Юноша и девушкой. Бахуру бтула. Девушка. Девица. Ишвириша. Муж. Мужчина. Мужчина. Но и муж, и жена. Он же о них говорит. То есть, они уже перешли из состояния девицы. Ишвириша. Да, уже как бы замуж. Ишвириша. Ахшав. Рак. Ишвиш. Ишвириша. Сейчас только старик и старуха. То есть, он сразу нам рассказывает, о чем идет речь. Кого он видит перед собой. Что стало объективной причиной вот этого стиха. Он на них посмотрел. Может быть, сошел к ним домой. Увидел их, как квартира там, что к чему, где они находятся. Может быть, по богим чем-то. Но он об этом не пишет. Он только пишет об этом факте. Было цветение, радость. Рон – это может быть радость, может быть даже мелодия, смотря. Ну, вот такое. Радость. Негогот – это нимбы. То есть, свечение. Люди светились своей радостью, своей молодостью, своей жизнеспособностью. Мига у меня от сада и от леса. Мига. 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 Ну да, от слова «нога», конечно. Мига. Мига. Это свет вообще-то. Мига. 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 То есть, все было и радость, и плоды. Мига. 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 Я уже закончу третью строчку, которая подчеркнута. Ушна им. Мига. Мига. Пять лета и пришла осень и пришла зима. И белая материя ждет, как снеговое поле. снежный снежный и последний уж на имя и 2 свечи вот как два человека переходят без почему 200 понятно да ставят у изголовья мертвых 2 свечей они горят потом после них в в день поминовения зажигает свечи но не просто написано в библии нер ашер нишмат свеча господняя душа человеческая то есть как свеча и душа она горит она освещает она дает тепло но как свеча она изгорает и поэтому нер ашер господняя свеча он зажег ее в человек душ он же он же вдохнул душу человека она как свеча господи она горит она дает свой свет свою и она же и поэтому у ней рот шнай что остается две души 2 эти свечи а мы в наших обрядах как бы символизируем это зажигая обыкновенные ну когда-то были восковые сессии вынести ареновые свечи или даже не даже электрический и вот он как бы нам показывает а что же внутри квартиры это мульмита и весы и до вовремена сидит седина сырьба от этого же слова сам седой но если не со не син а сам это сам дед тот же звук во всяком случае сегодня мы его произносим так же может быть когда-то была разница небольшая но действительно это действительно оттуда идет дело в том что сам 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 то это на арамейском языке поэтому написано на сам а наш на иврите этом син син поэтому это сам все и 2 это седина тот кто доходит до седин наверное он дед своим внуков или вообще я говорю самый это потому что арамейское слово это самый сам но тут уже даже обычный сам асаба то что кончается на алиф это не иврит это арамейский язык саба саба то все тоже на саба то тоже кончается на алиф а не на и обычно есть такие которые пишут пей но это уже а то есть это арамейские слова но очень близкие к ним еврейские слова еврейские корни 7 сад то есть имеется ввиду седой естественно и дед кто седой в семье обычно седые это где-то где-то деды и бабушки нет не своего таку правильно вот так тоже написано перед сединой встань то есть надо это уважать встать не просто обычно в автобусах да встать действительно дать место где речь идет о том что надо дать место просто человек встать вот когда он очень уважает кого-то не остается сидеть и мода м это на иврите м но не им а то же самое а и оба до им а оба это арамейский да 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 это арамейские слова а в м это ивритские слова ну у нас уже сегодня так м это мать а им а это мало уже как бы как бы различать а кельда а кельда слова кельда конечно известно на ими да а а наш братец и мол틀 а и и и и и и и и положил на жертвенник, на камень, и связал ему руки и ноги так же, как связывает жертва. И вот это, это связание, не заклание само по себе, а именно связание, вот это, оно называется Акейда. Да, лаакод – это завязать, связать. Когда-то не было слова сифрия. Да, вы знаете, что значит сифрия? Библиотека, то есть место, в котором есть много книг. Когда-то Иван, это, не было этого слова, и это называлось Бейт-Экед-Сфавир. Дом, в котором связано много книг, связан, то есть они расставлены одна возле другой. Экед. От этого слова кидать, потому что ведь заклания же не было, было только возложение и последнее, последнее действие перед закланием. То, что были связаны руки и ноги. Акейда, мулякида. Вот эти люди еще живы. Они лежат, каждый на своей кровати, одна напротив. Но они как бы связаны, ведь они больны, они не могут встать. И вот это обыгрывает Беринберг, но еврейский сюжет, они перед закланием, перед смертью. Акейда, акейда, мулякида. Но не по своей воле. Акейда, мулякида. Акейда, мулякида. Вот это было заповедано изначально, после того, как совершил человек, что каждому придет свой день, день смерти. Акейда, мулякида. Перед закланием. Эйн гвия мэйта бим лукат им оркуф. Гвия мэйта одэда. Слово гвея, мы уже как-то об этом говорили. Гвея это мертвое тело, труп. Это от слова гев. Вот задняя часть спины, не вся спина, спина называется гав, бебет, не ва. А есть слово гев. Гев это позвоночник или задняя часть, то, что держит спину. От этого слова гой. Гимал вавьюр, то есть народ, это то, что держит его костяк, его скелет. Это от слова, от этого слова гой. Гвея, гимал, есть гвея, бебет, это совсем другое, мы как-то об этом говорили. Да, это собирание налогов, налогоплатель. Вот миссия, это собирать налоги. Здесь, а, и от собирания налогов слово габай. Вот когда-то в синагогах габай, это не просто человек, который там все, он прежде всего собирал налоги с теми вообще. И был, значит, человеком довольно-таки значимым. Это габай. Тут мы говорим не бет, а вав. Гвея. Гвея это труп. То есть вот этот, вот этот костяк, этот, он лежит перед нами. Это гвея. Эн гвея мейта. Нету мертвого трупа. Казалось бы, это одно и то же по-русски. На иврите надо сказать, что, конечно, обычно, когда говорят гвея, имеется в виду того. Но это не обязательно. Не обязательно, потому что гвея. Можно было бы сказать о любом теле, которое вот перед нами. Можно было бы. Но, но, обычно, это труп. Эн гвея мейта бемилукат ин оргуф. То есть труп не бывает мертвым вместе с кожей тела. То есть, обычно, на живом человеке кожа, она, как бы, натянута. Когда он умирает, что всё становится, как бы, дряблое. Но, дело в том, что кожа для Гринберга здесь, бемилукат, бемилукат для лакернета, вместе соединить, соединённость. Кожа для него – это то, что светит жизнью. Мы говорили, много есть в писаниях Ария Кадош. Клепа много. Клепа, то есть оболочка. Оболочка, она обычно, в Кабаре и Ларе, обычно она скрывается. Вот есть одна клепа – это горку у каждого человека. И, в духовном смысле, это много вещей, которая не только скрывает, но и всё-таки светит. Что-то через неё просвечивается. Это орган, это клепа много. Жизнь просвечивается. В чём жизнь, конечно, что просвечивается? То, что у нас красная кровь. То, что вот всё, что живёт, оно как бы и скрыто, но и просвечивает через. И поэтому это называется клепа много. То есть оболочка, которая ещё и отдалёт светам тоже. Это самое-самое. Между сферот и клепот граница – это клепа много. Между сферами света и теми оболочками, которые скрывают этот цвет, иногда переводят это как оболочка, иногда как кожура, иногда как шелуха даже. По-русски можно по-разному перевести, смотря по степени сокрытия. Насколько это скрывающее, оно не связано с тем, что внутри. Так вот клепа много. Это орбух. И поэтому с прекращением жизни уже ничего не просвечивает через кожу человечества. И она как бы отделяется от человека. Две яны и та, бодэ да. Трук смертен одиноко. Он одинок в своей смерти. Даже, то есть, жизни уже в нём нет. Самое-самое первичное соединение двух – это тело, плоть и жизнь, которая вдыхается в нём. При смерти оно разъединяется, и тело остаётся одиноким. Без духа, без жизни, без света, который просвечивает через кожу. Вот в чём дело. Гви я мейта бодэ да. Она умирает одиноким. Трук умирает одиноким. Или в одиночестве. Это уж каждый для себя может понять. Я думаю, что ещё одну страфу и всё. Да, на сегодня будет. Да, это будет. Какой печальный закон судьбы и закон судьба. От рождения ещё. От рождения. То есть, этот закон не приходит посреди, а с самого первого мгновения. От рождения. Познание смерти в конце. Есть крик младенца после рождения. Первое, что младенец делает, он кричит. О чём он кричит? Он же кричит в последние секунды своей жизни. Цваха. Тут он не пишется, ака, цивхат. Цваха – это крик. Это крик и стон. И я даже не знаю, прям, как перевести. Лицвоах. Есть такое глагол. Лицвоах. Это больше, чем кричать. Это истерично кричать. На последнем дыхании. Ну, правда, вопитка. Но, коль мазальтов лаю ледет, яш в лейках бивейт кнесса челайта. Но при рождении глаз на счастье для роженицы. Видите, тут яш, юд и юбшин с... Как это называется по-русски? Гершаев. Кобычки. 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 Ну, кавычки, не совсем кавычки. Две эти палочки. Апостол. Апостол. Да, допустим. Яш имеется в виду, аббревиатура, яйн сараф. Вино жгучее. Обжигающее. Имеется в виду водка или спирт. Так горящее. Оно не про день. То, что оно горит, это другое собственно. Оно обжигает, когда ты его пьешь. Оно тебя... Обыкновенное вино, виноградное, оно не обжигает. Оно может быть вкусным или невкусным. Высокоградусный спирт, Он обжигает. И поэтому его назвали когда-то, когда евреи жили там, где делали такое-такое вино. Да? Яйн сараф. Обжигающее вино. Или, как индейцы говорили, жгучая вода. Не могу. Это не обязательно, он может быть и самогон, он может быть и лицензирован. Дело не в этом. Дело в том, что в нем высокий градус алкоголя и он действительно обжигает. Обычно водку, водка это довольно позднее такое, говорят, что Менделеев придумал 40-градусную водку, то есть соединение воды со спиртом и вышло у него. Не знаю, кто там придумал ее. Но это довольно позднее, создание. А прежде была водка, в смысле вода, горячая вода, такая жгучая вода. Вот это водка и есть. Спирт, его и не умели точно градусы мерить. Ну, что, что было, то и было. Поэтому. Яш, это называется яш. у евреев из Восточной Европы, это называлось яш. Яин сабах. Лейкер. Лейкер. Это медовый пирог. Медовик. Медовик. Конечно, тут он пишет это на иврите, слово ламет кув хет, это как лакахат. Лаках. Леках. Дело в том, что лейкер, конечно, лейкер, это не ивритское слово. Оно, не знаю, откуда пришло. Но не иврит. Идыш, да, но не иврит. Это не иврит. Мы будем все равно, наверное, не думать. Надо это проверить, но я не думаю. Но дело в том, что в Библии есть такой посуд. Киле кахтов на тати лахер. Тороти алтазон. И вот, когда брали вкусный пирог медовый, килей кахтов на тати лахер. Ах, как вкус. Поэтому делали обычно на праздники и обязательно пекли лейкер на праздник дарования тора, на швейс. Я помню, еще моя бабушка, она не так часто пекла. Но это было обязательно. Спечь медовый медовик на швейс. На хактовуа. Киле кахтов на тати лахер. Киле кахтов на тати лахер. Тороти алтазон. И вот он пользуется этим словом. Яшвилейка. Как бы праздник. Все хорошо. Мазутов. Мазутов. Бевейт кнеса целаеда. В синагоге общины. Ну, а дальше уже... Полностью строчек. Почтите перевод. Голос на счастье. Мазутов. Голос на... Мазутов. Если хотите. И по-русски тоже уже знают, по-моему, это слово сочетание. Голос Мазутов. Роженицы. Водка и пирог. Медовик. Если хотите, уж совершенно точно. Обычная, продамедуга. В синагоге общины. Голос Мазутов. Голос Мазутов. Ну, на этом закончим. Хотя, конечно, весь рассказ не заканчивается. Но закончим. Этого достаточно будет для следующего. Спасибо.